Дзен Яндекс. Армейский шифровальщик. Училищные отцы командира своих курсантов в обиду не дают. Настоящие знания можно получить только при непосредственном общении с настоящим преподавателем. Никакие даже самые умные учебники и пособия не способны дать того, что вам даст мастер из рук в руки. В своем училище мне посчастливилось встретиться именно с такими преподавателями, многие из которых прошли Великую Отечественную. Всех их я до сих пор вспоминаю с любовью и теплотой, какими бы жесткими или мягкими они ни были. В тот день в нашем взводе должно было проводиться итоговое занятие по специальной технической подготовке, своего рода мини-зачет с оценкой. Достаточно рутинное мероприятие, даже не слишком волнительное, поскольку мы хорошо знали нашего преподавателя и никаких особенных подвохов от него на зачете не ожидали. Занятие свое он вел достаточно профессионально, но как-то буднично, без огонька. Неожиданности пошли с первой минуты, когда в аудиторию вошел не наш постоянный преподаватель, а капитан второго ранга Читаев, объявивший, что с сегодняшнего дня он будет вести нашу группу. Весь взвод замер. И было отчего. Кап-2 Читаева знали все курсанты, даже те, кто никогда у него не учился. Внешность у него была своеобразная. Жесткое, словно отесанное топором обветренное лицо старого морского волка, которое дополняли очки с темными стеклами, черная военно-морская форма. За этим преподавателем прочно закрепилась слава очень жесткого и требовательного офицера. Спуск он никому не давал и послаблений не делал, спрашивая с курсантов по полной. К третьему курсу не было ни одного курсанта, кто бы не сталкивался с капитаном второго ранга Читаевым во время несения им дежурства по училищу. Редко какое его дежурство не заканчивалось снятием с внутреннего наряда какого-либо нерадивого курсанта. Как и всем выдающимся училищным личностям, острый на язык курсанта дали прозвище Макнамара. Был такой министр обороны США в то время. И вот этот легендарный КАП-2 будет вести он на свой предмет. Было над чем задуматься. Начало зачета не обещало томного его продолжения, что подтвердилось первыми же словами нашего руководителя. Кому из вас достаточно трех баллов? Народ впал в легкий ступор. Крутой нрав препода и его неоднозначная репутация могли сулить все что угодно в качестве ответной реакции для тех, кто откликнулся бы. Можно было получить вожделенный для кого-то зачет и бок с ней, с этой тройкой. А можно было огрести нехилый нагоняй и клейму бездельника в сочетании с жалобой командиру роты. Иди потом оправдывайся, замаливая грехи во внеочередном наряде. Народ сдержанно промолчал. И препод повторил свой вопрос, после чего вверх протянулись две-три дрожащие руки. Капитан второго ранга потребовал назвать фамилии смельчакам, отметил их у себя и объявил, что зачет они сдали и могут быть свободными. Рванувшихся было следом поднимать руку, он тут же осадил. То, что вы все знаете материал как минимум на три балла, это бесспорно. Те же, кто считает, что достоин более высокой оценки, должны будут это доказать. Начнем. Дальше все пошло как обычно. Билеты с тремя вопросами, 10-15 минут на подготовку, ответ. Но у меня этот день не задался. Доказать, что мои знания заслуживают чего-то выше тройки, мне в тот раз не удалось. До этого я считал, что зачетную тему я знаю хорошо, но очень быстро мне доказали обратное. Я был просто посрамлен и раздавлен, убедившись в своем дремучем невежестве. Сказать, что дополнительные вопросы моего экзаменатора были сложными, не сказать ничего. Словом, я сдался и, поскольку считал для себя тройку слишком унизительной оценкой, попросил о переэкзаменовке, что и получил. Готовился к зачету версия 2, я не просто усердно, а с каким-то остервенением, нещадно теребя учебные пособия и домогаясь своими вопросами более знающих товарищей по оружию. Как оказалось, правильно делал. Переэкзаменовка мало чем напоминала прошедший ранний зачет, который на фоне нынешнего жесткого допроса выглядел просто легкой разминкой. На этот раз не было никаких билетов, а был поток вопросов, один другого сложнее и 30 секунд на осмысление каждого. И никаких вспомогательных схем, помогающих ответу, только одна общая схема на всю стену. И надо было еще постараться найти на ней нужный блок. Хорошо, хоть не на пальцах пришлось держать ответ. Не иначе Владимир Ворошилов подсмотрел и скопировал идею блиц вопросов для своей легендарной «Что, где, когда» у КАП-2 Читаева. Правильный ответ – загибаешь палец на правой руке, неправильный – на левой. Количество вопросов не ограничено. После трех загнутых пальцев на левой выбываешь из игры. Вышел я из аудитории весь взмыленный, но с хорошим результатом. Дальнейшая учеба на этой кафедре, вплоть до госэкзамена, больше всего напоминала мне полосу препятствий, но жесткий стиль нашего преподавателя оправдал себя на все 100. Кафедра «Тактика специальной подготовки» почему-то считалась у курсантов одной из самых сложных. Возможно, потому что объем знаний, который необходимо было усвоить в ее стенах, был весьма обширный и требовал не просто механического зазубривания, а хорошего аналитического мышления, что и вырабатывали у нас наши учителя. Начальником кафедры ТСП был полковник Солодуха. Его так и звали за глаза – Дед. Всем своим обликом он и походил на эдакого доброго дедушку. Занятия он вел мягко, на курсантов не давил. В нашем взводе он не вел групповых занятий, но старался не пропустить ни одного контрольного занятия или семинара. Обычно он приходил, скромненько садился в сторонки, не вмешиваясь в учебный процесс, и слушал ответы. После ответов, нескольких курсантов на какой-то вопрос, дед подкидывал своих дровишек в общее обсуждение. Обычно это выглядело так. Вы прибыли в чужую часть для проверки состояния режима секретности. Как вы будете проверять такой-то вопрос? Выслушав все курсантские версии, дед усложнял условия задачи. Вам достался хитрый начальник штаба, который постарался спрятать концы в воду и поступил так-то. Как вы будете действовать в этой ситуации? Если и на эту вводную давались ответы, наш настойчивый наставник усложнял свою исходную задачу до невозможности. Вам достался очень хитрый оппонент. И сделал он так и так. Как быть в этом случае? И когда все становились в тупик, он демонстрировал такой мастер-класс, предлагал такие нестандартные решения, что даже наш видавший виды и послуживший преподаватель только качал головой. Подлинную ценность как мягкого, так и жесткого натаскивания я смог оценить уже только будучи офицером. Но вот принадлежность к братству шифровальщиков благодаря этим преподам я ощутил уже в начале четвертого курса, поняв, что я часть одной семьи. В начале учебного года проводились заслушивания и оценка результатов летней войсковой практики. Мне тогда досталась мотокопытная дивизия забытой бога в грузинской провинции. А мой руководитель практики, малограмотный капитан-двухгодичник вместо обучения, предпочел использовать меня в качестве бесплатного ремонтника его металлохлама. Все мои усилия после того, как я перечинил практически все, что мог, он оценил всего лишь на жалкую тройку. В случае утверждения этой оценки моими училищными преподавателями, это ставилось жирный крест на моем красном дипломе, к которому я до этого шел. Но умудренные жизнью деды не дали меня в обиду, дружно встав на мою защиту. Зачитав отзыв моего руководителя практики, они поинтересовались даже не столько причинами такого нелестного отзыва, сколько тем, кто такой этот капитан, не пожалевший для меня черной краски и написавший явную ересь вроде того, что я не знаю техники, которую мы еще даже не изучали. Переглядываясь между собой, они стали гадать, у кого он тут учился и кто из присутствующих его помнит. Я ответила, что этого товарища никто из присутствующих знать не может, так как он не из нашего гнезда, двухгодичник со средним образованием. Мои преподы облегченно вздохнули, а председатель комиссии подвел итог. Все мы хорошо знаем стоящего перед нами курсанта. Этого же капитана двухгодичника, не постеснявшегося написать такое, мы не знаем и знать не хотим. Поэтому наш вердикт 4 балла. Выше поставить уж прости не можем, иди и учись дальше, мы своих не бросаем. Автор армейский шифровальщик. Училищные отцы командиры своих курсантов в обиду не дают.